Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Соболезнования президента Республики Западной Армении. Церемония, посвященная памяти жертв геноцида армян, 24 апреля, Франция, город Брон. Уроженцы Западной Армении Артуру Сарухан. Армянская идентичность, исламизированные армянские женщины. Азербайджан может пойти на новые провокации. Замминистр обороны Армении. Конгрессмен Фрэнк Палони потребовал США привлечь Алиева к ответственности за обстрел Армении. Армянская каллиграфия, заброшенное культурное наследие. Президент Республики Западной Армении Арминак Абрамян выражает свои глубокие соболезнования семьям армянских воинов и всему армянскому народу. Раненым желает скорейшего выздоровления. Нападение произошло 11 апреля 2023 года вооруженными террористами бакинских властей в селе Тех Сюнингской области Республики Армения. Арминак Абрамян также отметил, никто не имеет права лишать жизни наших сыновей, нарушать границы суверенного государства. Любые убийства предосудительны. Президент Западной Армении Арминак Абрамян. 12 апреля 2023 года. Город Карин. Министр иностранных дел Республики Западной Армении, вице-президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и сторонников Лидия Маркосян, делегат городского совета по вопросу ветеранов господин Стефан Геннен приглашают на церемонию поминовения жертв геноцида, осуществленную против армянского народа, которое состоится 24 апреля 2023 года в 17.00 во Франции в городе Броне под почетным председательством мэра Бронна, регионального советника и ответственного за специальные мероприятия Джереми Брода. Военный пантеон, мемориал кладбища, церемония будет проходить в соответствии с протоколом. Уроженцы Западной Армении Артуро Сарухан. Артуро Сарухан был послом Мексики в Соединенных Штатах. В настоящее время он работает в институте Брукингса, приглашенный профессор университета Южной Калифорнии. Сарухан родился в Мехику. Бабушка Артура Саруханяна по отцовской линии спаслась от геноцида армян, бежа в Грецию, затем в Венецию, где и встретила деда Сарухана. Артуро – армянин по отцовской линии, по матери испанец и каталонец. Назначенный президентом Филиппе Кельдероном послом, Сарухан был главным дипломатом Мексики, соседнего крупнейшего торгового партнера своей страны. Он был первым послом в Вашингтоне, который стал пользователем Твиттер. Армянская идентичность, исламизированные армянские женщины. Как мы уже отмечали в предыдущих частях нашей рубрики, после успешной книги Фетхия Четтина «Моя бабушка, гранд-мама» в Западной Армении зародилось движение, многие, сомневающиеся в своей идентичности, начали искать свои корни. Люди с подобными воспоминаниями, постепенно избавившись от страха, стали более смело рассказывать о своих армянских предках. Табу, сформированный десятилетиями, дало трещины. В самых авторитетных турецких газетах стала широко обсуждаться тема армянских корней, преимущественно армянских бабушек. В центре внимания этого была Фетхия Четтин, которую посещали и отправляли ей письма сотни людей с похожей историей. В результате Четтины и Сабанш преподаватели университета этнограф Айше Гюль Алтынай начали собирать истории людей армянского происхождения, которые нашли место в книге под названием «Внуки», опубликованные ими в 2009 году. В книге «Внуки» предоставлен довольно богатый документальный пласт, воспоминания конкретных людей и иногда очевидцев выживших. Стоит отметить, что по сравнению с предыдущей книгой Четтина, «Гранд-мама» внуки не имеют художественной ценности, иногда заметны элементы пропагандистского характера. В предисловии отмечается, что у внуков, переживших геноцид и насильственно-исламизированных армян, есть глубокое чувство страха. Некоторые из них, разговаривая с составителями книги, часто скрывали свои настоящие имена, некоторые после интервью требовали не отмечать их книги. Речь авторов дает точную оценку атмосферы страха, передаваемые с поколения в поколение. Боль армянских дедов, не отпускающая боль для внуков, спустя три поколения продолжает сформировать сегодняшний день и даже будущее. Полная статья доступна на нашем сайте. Как сообщает Арминпресс, замминистра обороны Армении Арман Саркисян на заседании национального собрания сообщил, что есть созданные Армении и Азербайджаном соответствующие комиссии, которые занимаются вопросами демаркации. В этих рамках будет дано комплексное решение, локальные споры, которые иногда возникают при предоставлении карт, по другим утверждениям разрешаются на месте. Если назвать это переговорами, то именно в форме переговоров, договоренностей бесед. Бывают ситуации, когда командир немедленно реагирует, не позволив маленькой проблеме перерасти в крупное столкновение. Что касается инцидента, произошедшего 11 апреля, по словам замминистра, это произошло не из-за переговоров или их отсутствия. Со стороны азербайджанцев произошла конкретная провокация. Пришли и спровоцировали тех, кто занимается инженерными работами, вследствие чего и произошел этот инцидент, отметил замминистр. Американский конгрессмен Фрэнк Полони потребовал от США привлечь президента Азербайджана Ильхама Алиева к ответственности за обстрел в Баку. 11 апреля армянских позиций близ Силатех. Это очередная бессмысленная провокация азербайджанских сил против Армении. Азербайджан неоднократно инициировали спровоцированные акты агрессии на суверенной территории Армении, которые дестабилизируют регион и делают мир практически невозможным. США должны привлечь Алиева к ответственности, написал Полони в Твиттер. Минобороны Армении 11 апреля сообщило, что Азербайджан обстрелил в том числе из минометов армянских военнослужащих, проводящих инженерные работы в селе Тех Сюнинской области. Армения предприняла ответные действия. По данным ведомства, в результате погибли 4 армянских военных, еще 6 пострадали. Позже Минобороны Армении назвало имена погибших. Об обстреле Армении Today 11 апреля также рассказали два жителя села Тех, утверждая, что обстрел начали азербайджанские военные. Армянский алфавит – один из древнейших и красивых письменностей. В архивах наших музеев хранятся тысячи рукописных книг и журналов, написанных на армянском языке, которые являются живыми образцами армянского искусства каллиграфии. Однако нет ни одной книги об истории искусства армянской каллиграфии в стиле письма. Каллиграф Рубен Малаян долгие годы занимающийся изучением армянской каллиграфии, по профессии является графическим дизайнером. В 2008 году Рубен получил письмо от Нью-Йоркского издательства, в котором говорилось, что они готовят энциклопедию о наследии мировой каллиграфии и желают, чтобы в книге обязательно был раздел об армянской каллиграфии. Издательство предлагает Рубену заняться созданием армянского отдела. Изучая архивы и литографии в Армении и армяноселенных общинах, Рубен шаг за шагом возрождает историю армянской каллиграфии и характерный для разных периодов стиль письма. В ходе исследований Рубен Малаян нашел всего 10 учебников по армянской каллиграфии, которые он обнаружил в армянских общинах разных уголков мира. Венеция 1884 год, Константинополь 1892 год, Лейпциг 1873 год, Венна 1837 год, Новая Нахичеван 1846 и 1870 год, Тифлис 1884 год. Учебники доказывают, что каллиграфия всегда была частью классического армянского образования. В каждой армянской школе был урок каллиграфии. Каллиграфия постепенно исчезла из армянских школ после установления советской власти в Армении. И в завершении новостей послушаем армянскую народную песню в исполнении Эллады Чахоян Келекеле. Каллиграфия Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok